Это, конечно, здорово. Ну, поэтому... Так, я когда... С чего начинать? Всё? Итак, продолжается лекция с энергетикой. Очередная лекция. Название лекции «Термодинамика в задачах с обострением». Но прежде чем начать лекцию, я хотел бы вам показать бифуркационную диаграмму возразвития математики и её приложений для современной науки. Итак, в основе лекции представления Ньютона, Лейбница, Декарта, особенно мною, уважаемый был человек после Ньютона Андреева, Декарта, очень умный мыслитель своего века. Вот, разделение произошло на естественные науки и гуманитарные науки приложения математики в естественных науках и в гуманитарных. Дальше, естественные науки ушло в прикладную математику Эйлер, Пуанкаре, Больцман. Чистая математика Верштрассе, Гильберт и другие. Конечно, поле гуманитарных наук Оно не распахано, это будущее. Я вам покажу задачи применения синергетики, самые крутые задачи, которые можно было бы придумать, например, при описании валового внутреннего продукта. Итак, мы возвращаемся к идее Тьюринга. Вот выделено первое уравнение. Это производная по времени, это коэффициент гиффузии, это лазгласян, некоторая нелинейная функция, система двух уравнений. То есть, если мы хотим описывать синергетику, самоорганизацию, на плоскости, например, горения, феромагнетики, поведения и так далее, то мы должны по крайней мере иметь два уравнения. Или турбулентность. Задачи с обострением. Самарские. Задачами с обострением называются задачи, в которых записываются гиперболические уравнения, например, для намагниченности И. Это лаплосиан намагниченности, это функция источника, а это кубическая слагаемость токи. Этими задачами занимался Самарский, преуспел в этом. Пытались они открыть, новые явления открыли, но они один гурналт. В 70-х годах их инвестикации не взял, я об этом говорю. Потому что это как бы противоречило второму закону термодинамии. Ряду могут существовать в пространстве две области, в которых температуры различаются на сотни градусов. Например, турбогенераторы. Согласно второму закону термодинамики, эти температуры должны выравниваться. А они в стационарных задачах не выравниваются. То есть, например, прогоняется горящее топливо, образуются самоорганизованные структуры, и они являются очень устойчивыми. Температура различается в сотни градусов. Если изменить немного параметры, то эта горящая смесь стремляется на лопатки, поскольку разности температур в сотни градусов, лопатки от термических напряжений их ведет, они расшибаются, изничтожаются, и вот вам проявления синергетики вот для таких задач. Впервые Самарским было сформулировано для теплового поля горения. Вот внимательно, пожалуйста, записывайте. Я буду спокойно говорить, тихо. Вот эти вещи это уравнение теплопроводности диффузионного типа. Если гиперболического, то слева должна стоять вторая производная температура по времени. Температура по времени. Это лоплосян, это внутренний источник. Вот понадобился нам экскурс на предыдущий в лекциях к уравнению теплопроводности. Помните, внутренние источники тепла. Так вот, и мы строили термодинамику, получали такие уравнения. Можно записать гиперборическое уравнение, можно параборическое, вот это записано параборическое уравнение. То есть, нет второй слабляемой температуры во время. Ну, посмотрите внимательно, как вы успеваете переписывать, как строится функция источника. Вот эта функция источника, что стоит справа, она состоит непосредственно из линейного источника и нелинейных стоков. Здесь Qt линейная часть, а здесь αt в кубе в стоке. Если это использовать для горения, а они как раз и использовали самарские сканировки, то получается, что H Q характеризует интенсивность повышение температуры за счет горения, а α это стоки. Топливо-то выгорает, запишите, топливо выгорает, поэтому температура нелинейно понижается. И может быть такой стационарный случай, когда вот эта правая часть равна нулю при действующих источниках и стоках. вот эти задачи получили название задачи с обострением. Почему обострение? Да потому, что температура может резко очень повыситься. За счет многих факторов. Вы ходили по коридорам, видели, пытаются в коридорах поставить дверь закрывающую. для чего? Да потому, что если где-то, не дай Бог, вспыхнет, то пламя при отсутствии таких дверей моментально может распространяться на сотни метров. Это значит, что ведет себя температура с обострением резко повышается или резко затухает. Давайте придумаем процессы в природе, которые идут очень интенсивно. Например, обострение какой-то болезни. Мы же привыкли так слышать, говорим. обострение, то есть моментально резкое изменение состояния организма и отсюда непредвиденное взаимность во всяком случае. Дальше. Валовый продукт. Сколько прирост? 5-6% 2-3% 3% Потом вдруг вырывается я помню Япония 14% ежегодный прирост Валового продукта. Потрясающе 14% в год. А потом проходит 40 лет и все уходит в кризис. Резко все падает. И это тоже обострение. Так вот такие задачи в экономике в теории систем до сих пор мало кто описывает. Первый попытался Самарск описать. И вот пожалуйста значит каково отношение к этим задачам? Сразу скажем природа констант Ку и Альфа неизвестно. Кроме того, что Ку характеризует интенсивность источника Альфа интенсивность стока. Третий пункт сотни градусов противоречия второму закону термодинамики. Об этом я уже говорил. Термодинамика должна быть сильно неравновесной и нелинейной процессом с обострением. Она неизвестна. Ну как термоядерный реактор? Токамак. Резкое повышение температуры, начало термоядерной реакции, а потом все это вышибает в таргарады. Все рушится и не могут получить устойчивую низкотемпературу на сравнительно пласт. Дальше. оказывается, что большинство таких процессов они затронут. Например, торнадо. Есть скорости движения маэр в 20 метров в секунду. Например, по краю торнадо. А когда приблизится к хоботу торнадо, представляете, я когда-то показывал вам рисунки, то там может быть 200-300 метров в секунду. Откуда берется такая низотропия? Откуда берется такое резкое повышение скорости? Откуда берется обострение? Какова природа обострения? Может ли человек научный сформулировать вот постановку таких задач, чтобы попробовать порешать? Записали слайд? А вот это А Туна 20 Вот это? Да. Сразу скажу, что если мы вместо WB, CW, РО подставим вот это значение, то мы можем определить скорость автоволнового движения. Автоволна. Скорость движения автоволны. Пример бигфордов шнур. Представляете? Горение бигфордов шнура и вот это повышение температуры, скорость его задается константой У и Альфа. Удобно? Волна. Экономическая волна во времени. Экономическая волна. В течение 45 лет. Раньше в течение 80 лет наблюдалась длинная волна Кондратьевская. То есть это скорость движения автоволны. Что такое автоволновый режим? Вам читали по-моему физику. Но если что, вспомните, посмотрите в интернете скорость движения автоволны. То есть все решения можно сказать отбросить и остается скорость движения автоволны. с какой например скоростью распространяется эпидемия на территории. Впервые такого рода уравнение это важно запишите стали решать в 1935 году академик он еще не был академиком Калмогоров Пескунов В каком году? Калмогоров Пескунов 1935 год до войны еще. Оказалось очень удобно есть территории надо эпидемии это определить с какой скоростью определиться. Я помню Остряков Шутников которые когда у нас в России завезли толерадский жук на Украину то движение этой автоволны по России шло со скоростью 600 километров в год понятно да распространялось в Сибирь на Дальний Восток еще вопросы по этому слайду вот давайте теперь Сигма если мы продифференцируем смотри уравнение теплопроводности лекцию по уравнению теплопроводности и определим скорость внутренних источников то есть внешних источников то вот будет интеграл Qt в квадрате минус альфа здесь вынесено неудачи а нет в принципе да Т в четвертой то есть это некоторая потенциальная функция такой сложной кардин сейчас я напомню что это такое Сигма и производство энтропии я вам читал лекцию где входило производство энтропии было такое уравнение теплопроводности Сигма и тоже было тогда скорость изменения энтропии складывается из Сигма и Сигма и посмотрите Сигма имеет два слагаемых с разными знаками в общем случае Сигма может быть как больше нуля так и меньше нуля я не быстро говорю как больше нуля так и меньше нуля а Сигма и напомните мне пожалуйста что это всегда знака определена всегда знака положительная и вот начинается конкурентная борьба скорость изменения энтропии посмотрите ДС по ДТ равно Сигма Е который может любить любой знак и положительный производства энтропии видите вот это вот слагаем если скорость энтропии уменьшается ДС по ДТ меньше нуля то идут процессы самоорганизации энтропия уменьшается во времени если энтропия увеличивается С ДС по ДТ больше нуля то есть все структуры разрушаются а вот относительно уравнений заданий с горением какой физический смысл здесь имеет уменьшение энтропии уменьшение энтропии образуются структуры о них я буду говорить дальше тепловые структуры то есть оказывается при горении ну согласитесь мы глядя на горящее пламя вдруг видим какие-то структуры может быть такое может быть то есть вот об этом мы будем говорить дальше и свободная энергия свободная энергия что такое скорость изменения свободной энергии записываем F равно U минус TS F равно U минус TS U внутренняя энергия TS связанная энергия тогда DF по ДТ равно DU по ДТ со слуха с голоса записываем ДУ по ДТ минус Т какое-то нулевое если постоянная температура умноженное на ДС по ДТ это значит что мы выделяем во внутренней энергии это очень важно для глубокого понимания термодинамики мы выделяем во внутренней энергии то что может превращаться в тепло в работу то есть если из внутренней энергии вычесть связанную энергию то мы получаем накопленную энергию которую нужно совершать работу я не говорил у нас слишком мало термодинамики но тем не менее я должен сказать о таком понятии как эксергия хотя оно не относится к нашей задаче но вместо того если взять энергию теплосодержание и отнять трез тогда это то что в двигателе в двигателе превращается в работу при равновесных процессах важно это но верно это важно и так вот так строится термодинамика и вот это ДФ как раз это учитывает вот такая сложная функция ДФ может быть больше меньше нуля давайте посмотрим как ведет себя антропия в каком-то ограниченном пространстве стержне нагреваемом например электрическим током посмотрите вот это ДСВДТ а это некоторые характерные расстояния мы рассматриваем посередине этого стержня и вот в этой точке скорость изменения антропии какая меньше нуля меньше нуля вот есть видите меньше нуля здесь больше нуля а это значит если меньше нуля то это источник какой-то зарождающейся структуры теплового скорость изменения антропии меньше нуля АДР ПДТ здесь больше нуля то есть когда зарождается структура то накапливается свободная энергия которая может совершать работу вот это при возникновении структуры мы имеем энергию некоторую которая может быть превращена всю работу вот что значит термодинамика какой она роль играет задача с обострением для теплового поля при горении все было замечательно но теоретикам всегда не спится им хочется придумать заумную модель например горение на плоскости наняли бензин подожгли какой-то последовательности организовали структуру и вот у вас крутится здесь структура тепловая в чем ее смысл температура вот здесь например меньше чем температура в соседней области чем здесь а средняя температура Т0 это значит записываю возникает две под решетки температуры две под решетки температуры температура Т1 Т1 Т2 и Т0 Т0 это средняя температура здесь возникает в виде вихрь и начинает этот огонь на плоскости закручиваться идет образование какой-то структуры и уравнение которое описывается эти уравнения вот имеют вид двух уравнений двух уравнений записывает имеют я даю время на переписывание температура температура т1 т2 температура т2 вот это по-прежнему компетент температура проводности уравнение тепло кровотности экспериментальная деструктура тоже наблюдается да тоже наблюдается я уже говорил об одном турбомоторный завод когда идет горячее устройство с трехэтажный дом и там рядом с портунками возникают области круглые управления в которых температура меняется в этой области на сотни градусов и они не выравниваются но это так же наверное как соплах реактивных самолетов да примерно то же самое не меняется но если вы измените какой-то параметр то эта структура разрушается налетает на вертушку которая крутится и движет стан там и тащит в десять тонн болвану металлическую у других нет усилий кроме усилий получаемых за счет топлива и здесь вот возникают теперь смотрите предполагается во-первых обратная связь положительная видите qt1 а здесь t1 это значит какая связь с увеличением t1 вот эта скорость изменения будет как увеличена потому что q положительная увеличена обратная связь с увеличением t1 здесь знак минус отрицательная обратная связь с увеличением t1 уменьшается а здесь снова увеличивается вот здесь минус за минус точно так же и здесь здесь t2 положительная обратная связь увеличивает t2 здесь она уменьшает а здесь тоже уменьшает вот такая модель и это связано с тем что у нас температура проводность то есть способность тела проводить температурные волны является анизотропным диагональные элементы матрицы а это перекрестные эффекты можно рассматривать различные задачи формулировать и источник тоже тензорная величина точно так же как альфа тензорная величина все аккуратно перепишите и мы получаем структуру на плоскости а если в объеме то то какого нам уравнения не хватает еще одной температуры т3 то есть это закручивающаяся огненная спираль в объеме тогда надо писать три уравнения а я пишу два на плоскости почему я так делаю потому что я достаточно грамотный человек нелинейные задачи а в нелинейных задачах в трех уравнениях начинается хаос если мы записываем три уравнения начинается хаос а в двух его нет поэтому удобно всегда решать в двухмерных задачах а потом распространять на третью посмотреть как хаос торгается в это структурное видение третьих всех задач вопросы есть по тому слайду а вообще с звездочками буковки они чем отличаются это значит что они сделаны и приведены в приведенном виде например Y со звездой что это такое это Y деленное на Y C а Y C это масштаб а температура T со звездой означает T со звездой равно T минус T0 деленное на T C минус T0 то есть это приведенная температура ведь согласитесь удобнее решать задачу в приведенном виде в безразмерном виде что для этого надо сделать? для этого надо ввести масштаб температуры пространственный масштаб масштаб теплопроводности ну и так далее все что нужно масштабы следует ввести еще вопросы? а вот этот рисунок он получается из численного решения вот этой системы уравнений и так какие это уравнения давайте запишите в конце это уравнения гиперболического или параболического типа это уравнение параболического типа если если добавим второе слагаемое с временем филансации и такой производства это уравнение частных производств да частных производств это уравнение линейное или не линейное да это уравнение не линейное почему потому что входит потому что входит Т в кубик и наконец зачем понадобилась вот такая сложная конструкция это значит тепло в такой структуре передается не одинаково по всем направлениям например где-то закручивается передача тепла температуры будет иметь одно значение а в перпендикулярном направлении другое значение поэтому вот эту анизотерапию описывает за счет введения по сути дела двух коэффициентов температура правом ну может это сложно я вам рассказал но тем не менее так оно и есть вопросы по этому рисунку еще есть итак когда уравнение в комплексном виде решаются когда мы составили два уравнения вот давайте посмотрим итак можно сравнить перенос тепла перенос импульса перенос заряда сегодняшняя тема нашей лекции это перенос тепла вот это выражение вы получали помните когда мы термодинамику изучали у доски формулы писали было занудно было не очень приятно много-много формулы писать тем не менее все сводится к достаточно простым понимания задачам вот это у что-то тут нарушилось не видно что там или видно ничего нет куче здесь альпатэ в кубе перенос импульса не касается перенос заряда в молнии например здесь подэфи фи фи в квадрате и фи фи в кубе здесь перенос импульса я не знаю почему оно так здесь видео что такое константы ку альфа вот это сложный материал я спрашивать его не буду но тем не менее я постараюсь рассказать как определяется смысл констант ку и альфа помните задача Самарского они не были трех и так пусть имеется состояние а система минуя промежуточное состояние с переходит в конечное состояние а скорость прямой нового перехода q2 это константа прямой реакции q3 обратная реакция константа обратной реакции а c катализатор по сути дела переходит теперь с помощью катализатора переходит в конечное состояние k то есть константа реакции k1 а если обратный переход получается k4 в результате а переходит состояние k и вот эти константы k1 k2 k3 k4 вот описывают описывают нам такие переходы то есть делаем вывод какой что в уравнении диффузионного типа с источниками истоками константы q и а ф связаны со скоростями прямого обратного перехода между состоянием а и k я сейчас покажу другими словами теорию катастрофы изучали вот это состояние а вот это состояние k а вот минуя промежуточное состояние вот здесь c и если этот имеет место переход вот эта стрелка как эта линия называется сепаратрица было такое сепаратрица переход из одного состояния в другое минимум проваривается здесь здесь поднимается может наоборот вот это проваривается а вот это подниматься так вот в этом слайде показывается что константы q для вас достаточно одной фразы константы q и альфа связаны со скоростями реакции что такое k1 вот k1 как найти физический смысл все остальные нули характеризует приращение например температуры относительно приращение температуры с k2 тоже самое отсюда вырезается ну несколько сложноватый материал но я разрешаю вам его не знать важно что это в рамках теории катастроф важно что мы нашли почему выбраны такие знаки почему выбраны такие знаки это так называемая катастрофа сборки что устали катастрофе сборки сколько устойчивых состояний два например жидкость катастрофа или еще да чувствую вылупо устаю но долго я не буду короче говоря знаки выбирает сам теоретик если я вот такие знаки выберу плюс k4 минус k3 плюс k2 а сами k1 k2 k3 положительные по абсолютной величине это значит вот работает такого типа уровня мы получаем катастрофу сборки если мы все справа знаки изменим на противоположную то этот потенциал что с ним сделать вот так перевернется и будет устойчивым вот это состояние а вот это границы устойчивости попробуйте нарисовать перевернуть этот потенциал вопросы чувствую конечно тяжело с другой стороны понимаете в чем особенность синергетика недавно зародилась наука оказалось что классических методов описания самоорганизации нету знаете наверное торнадо до сих пор не описано молния до сих пор не описано масса явлений природы не описано так вот здесь нельзя пользоваться формулой x равно y деленное на d не проходит математика гораздо сложнее поэтому я бы хотел только то чтобы у вас осталось в памяти то есть синергетика это наука о самоорганизации давайте запишем ясно так синергетика это наука о самоорганизации прежде чем дальше идти если энтропия растет во времени то беспорядок увеличивается все структуры разрушаются и свободная энергия уменьшается для систем с нижним уровнем энергии для серьезных и нам если бы с вами организовывали например рынок рыночную экономику нам важно было бы понять как ведет себя информационная энтропия и если она уменьшается то идет процесс самоорганизации если она увеличивается то идет процесс деградации экономической системы и когда он начинается для людей с гуманитарным мышлением не существует ответа на этот вопрос это могут знать только естественники построив модель но упрощенная упрощенная модель вот и когда они могут сказать на самом деле модели более сложные но мы предлагаем обсудить более простую модель форми 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 давайте давайте отвлечемся где вы встречались с такими процессами самоорганизации раньше вы имеете в виду природе техники вообще полет полет листовый люди люди в трамвай заходят полет листовый заставляет заходить в трамвай им нужно ехать на работу вот они заходят в трамвай самоорганизацию отдают билет не не это в метро когда час пить так а в случае самоорганизации как если порядок упорядочивается система то как выглядит этот процесс движения трамвая и пешеходов в фазовом пространстве самоорганизованном каждый знает на каком месте машина трамвай пешеход но внутри то трамвая самоорганизация не особо есть в Америке ставят датчики на перекресток поэтому компьютеры мощные считают где сколько скопилось из фитофоры открывают вот таким вот образом слышали правильно у нас этого нет то есть самоорганизация а это связано с чем энтропия системы информационного уменьшается или у нее членится при этом вихре скорость движения маяров это самоорганизация нет да каждый знает свое место так и на транспорте пешеход трамвай пассажир знает свое место спрашивается как это все описать описывать можно на площадке почему нельзя в объеме описывать кто знает потому что надо добавлять противное третье уравнение объемное объемное x y z согласны а оно будет все портить и понадобится большое количество вычислительных машин нужное а мы с вами изучаем основополагающие тезисы когда возникает самоорганизация в коллективе она возникает здесь каждый знает свое место кто решает задачи по физике кто задачи по экономике кто по иностранному языку все упорядочено все и так далее где еще самоорганизация мы встречаем на небе в атмосфере встречаемся видим самоорганизацию видим в чем она проявляется самоорганизация в виде определенных вихрей движения воздушных масс красивые явления природы красивые но я дальше думаю что математику я вам не буду лучше покажу красивые картины хотя некоторые из них я покажу вот эти константы К1 К2 К3 К4 они будут определять у и альфа К3 определяет альфа где это может быть применяться нелинейные спиральные волны в задаче физической химии спиральные волны при разрядах газа спиральные волны в торнадо спиральные волны при сокращении сердца оказываются по сути есть спиральные волны в системе нейронов вот давайте еще построим рисунок где я вас отпущу как-то глухо тяжело воспринимается это что? Торнадо Торнадо Это что? Хобот? А почему хобот, когда попадает в большую яму, торнадо не может вытащить? Потому что и тяжесть он может убрать. Потенциально яма из него выбраться. Попадает, наверное, не выбраться из потенциальной ямы и всё. Но если торнадо небольшой, яма небольшая, так же не успеешь выкупать яму под двигающуюся торнадо. Оказывается, жидкость не сжимает. Смотрите, жидкость собирается, атмосфера, да, и идёт по стенкам, и для того, чтобы поднять, да, смешанная скорость. Какая скорость? Сотни метров в секунду. И чтобы поднять вот этот кол, нужно жидкость сжать в вертикальном направлении. А она несётся с какой скоростью? 200-300 метров в секунду. Поэтому жидкость можно использовать при ближении не сжимаемой длиной. Ну вот давайте ещё запишем. И последний материал. Я вот подключу. Спиральные волны химической тены. Синергетика началась вот с этой задачи. Был такой комбриг Белоуса после войны, 56-й год. Химик вернулся после войны в свой институт родной в Москве. Сливал, выливал из одной грабильки в другую. Это генерал, по сути дела, по должности звания. И он обнаружил, что если два химовещества слить в одну пробирку, и он их нашёл, вот эти вещества, то цвет в пробирке начнёт меняться. Синий, красный, зелёный. Потом вот здесь синий, красный, зелёный. Потом это всё меняется. И вот так меняется концентрация ионов. Церия. Здесь неправильно написано. Цезий. Почему цезий? Надо менять. Фиброма. Вот меняется концентрация. Он написал статью в журнал физической химии. Этот журнал не принял его статью. Сказал, что этого не может быть, чтобы в пробирке менялись эти реакции. То есть там совершенно чётко выделялась самоорганизация. Посмотрите. Во-первых, полосы. Никто не устанавливал объёмы вот этих вот промежуточных состояний. Кювет. А один цвет переходил в другой. Но было замечено, что по мере выгорания, в кавычках, этого топлива, этих химических веществ, цвета задухали, а потом совсем исчезали. Это была первая реакция, первое свидетельство самоорганизации в другой системе. В журнале физической химии Белоусову ответили – это неверно, это неправильно, такого быть не может. Это нарушает законы термогенами. И только через много лет Жабакинский построил теорию в рейтинге. И всем троим, Жабакинскому, Иваницкому и Белоусову дарит государственную премию. Это самая работа, которая цитировалась больше всех в химической литературе. К чему все сводилось? Бромистая кислота – ионы брома. Одно уравнение, посмотрите, описывает Х – бромистую кислоту концентрация. Второе уравнение – У – ионы брома. Вот два уравнения. Видите двумерное уравнение? Х – У. А оказывается, это уравнение Тюринг подсчитал и дает такие спиральные волны, которые развивались вот в той ячейке, которую я показывал ближе. Итак, запишите. Исходные вещества – бромистая кислота, ионы брома. Система двух нелинейных дифференциальных уравнений. Почему нелинейных? Смотрите. Это в квадрате. Вот. Видите, в квадрате. Это первая нелинейная. Вторая нелинейность. Х умножается на У. Вторая перемена. И здесь Х на У. Вторая перемена. Оказывается, такая система даст спиральные волны. А это и есть самоорганизация. Таким образом, Жаботинскому удалось описать эти структуры. И все сказали, да, такие реакции возможны. С этого началась с энергетика. С химии. Сегодня она, как видим, продолжается в молнии, в торнадо и так далее. Турбулентность до сих пор не решена. Что значит не решена? У Моффата есть такие замечательные слова. Я говорю, когда предстану перед Всевышним, то я его спрошу, а в чем за все же тайна турбулентности? Почему? Ее никто не может описать. Никто не знает, почему турбулентность не описывается. Вроде все видят, все наблюдают спиральные волны. Так вот, выходит, надо искать решение о турбулентности в записи вот таких вот уравнений с анизотерапией, с обратной связью и так далее. Эту фразу запишите, да? На современном языке это выглядит следующим образом. Если есть вещество А и есть вещество В или К, как мы его раньше называли, то система уравнений, которая описывает самоорганизация химических реакций, будет выглядеть вот таким образом. Она дает вот такие красивые, можно сказать, картины. Это коэффициент диффузии, это анизотерапия. То есть перенос массы диффузии в различных направлениях, различные, ну понятно, когда закручивается волна, то с одной скоростью раскручивается, поэтому не закручивается по спирали, а в другом случае движение перпендикулярно этой раскручивающей спирали, оно дает другой термодинамический поток массы. Поэтому это анизотерапия. Что такое анизотерапия? Это перенос, различный перенос в различных направлениях. Он не один. Все. Дальше я не хочу вам рассказывать. Включаем новоплатный вопрос. Это мы на следующий раз. Так, вопросы. А лекция в следующий раз будет здесь же? Что? Лекция в следующий раз здесь же будет? Здесь же. Всем передайте, что пора собираться, а то потом возникнут проблемы. Кто-то ходил, интенсивно ходил. Но я вот ничего, товарищи, не могу подумать. Наука, она требует математики. А математика это занудство. Да? Нет. Нет? Нет. Значит, надо давать задачи, которые вас интересуют. Вас какая интересует задача? Меня все интересуют. Все интересуют. Все интересуют. Ну вот я обзор сделаю всех задач. Обычно делаю так. Кого интересует, потом после лекции, в следующем семестре. И ходишь, и мы начинаем работать. Я помогаю. Спасибо.